Стоит отметить, что занятия для школьников в летней школе не обязательные. Родители и дети сами решали, посещать ее или нет. Но подавшие заявление на летнюю школу родители понимали, что это прекрасная возможность подтянуть знания детей. В общеобразовательной школе номер два мы попали на уроки английского и русского языков. Занятия проводятся в необычном формате. По три урока в день, с девяти утра, без оценок и домашних заданий. Учеба по основным дисциплинам, но в разные дни занятия разбавляются походами в бассейн, кино, парки, экскурсиями в музей. В целом, основная цель летней школы – это восполнение пробелов в знаниях, повышение функциональной грамотности учащихся. Ученики могут по желанию посещать летнюю школу. День у них начинается с физической зарядки. И далее учителя в игровой форме проводят занятия по темам, которые, на их взгляд, труднее давались учащимся. Учителя-предметники в своих поурочных планах отмечают те темы, которые должны повысить уровень знаний учеников. А также предусмотрены индивидуальные занятия с каждым учеником. В общеобразовательной школе номер четыре мы попали на урок русского языка. Здесь ребята разбирали текст по частям и предложениям. Пропущено согласное «же», потому что проверенное слово «дорожечка». Дороженька, да? Дороженька. Всем известно, что во время январских событий количество учебных дней сокращалось. Да и во время карантина знания, полученные дистанционным методом, значительно снизились. Именно для этого и были организованы летние школы. Это и отмечают сами педагоги. В летней школе участвует 149 детей в общей сложности, 13 групп. Это в пятых, одиннадцатых русских и казахских классах. Учителя задействованы. До начала было утверждено календарно-тематическое планирование. Проведены совещания методических объединений. Перед этим был сделан анализ пройденных тем, анализ качества знаний учащихся. Те предметы, те разделы, которые были не охвачены, вернее, были выявлены пробелы у учащихся, на них было уделено большее внимание. Всего в общеобразовательной школе номер 4 обучается 1335 учащихся. В летней школе совместно с летним лагерем в начальных классах организовано 4 потока. Пока учащиеся начальных классов были заняты в летнем лагере, ученики и начальных, и старших классов дополнительно изучали основные предметы – математику, языки, физику и так далее. Только после окончания летней школы учителя и школьники отправятся в отпуска и на полноценные каникулы. Майя Амирова, Азамат Бабагужеев, телестудия «Карачаганак». Майя Амирова, Азамат Бабагужеев, телестудия «Карачаганак». Продолжение следует...